Всем большой привет! Шли мы вам, я, Милана Сосновская. Это стильное, яркое, вкусное шоу для всей семьи Медиастарс. Сегодня мы готовы удивлять, зажигать и узнавать много нового. Вы готовы? Тогда начинаем! Знали ли вы, что борода у блондинов растет быстрее, чем у брюнетов? Кто же из них чаще ходит в барбершоп, узнаем в нашей рубрике Kids Control. Всем привет! С вами Назар Болбас и Даниил Войновский. И сегодня я официально заявляю, что парни, так же, как и девушки, хотят быть стильными и модными. Именно поэтому мы с Даником начнем работу над своим имиджем. В барбершоп чейн. Преобразимся, заодно проведем Kids Control в этом месте. Итак, первое, что мы расскажем, чем отличается барбершоп от обычной мужской парикмахерской. А так же протестим интерьер, услуги и сервис. Начнем! Субтитры делал DimaTorzok Итак, мне уже пострелили, но мой образ не завершен. У меня остались дополнительные услуги. Итак, сейчас для Назара я сделаю нашу дополнительную услугу, дополнительный уход за кожей лица, которая будет включать в себя распаривание, скрабирование и успокаивающая маска после всех этих процедур. Сейчас мы наносим пену для того, чтобы при распаривании создать воздушную подушку между полотенцем и кожей лица. Следовательно, не обжечь. Чейн, 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 макашпитей, день, 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 всем барбершопом барбер, кашсенсей, эй, эй, мастер бре, 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 лучший фей, 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 ясное зеркальце, скажи, кто всех свежей, эй, эй. Вот сейчас мы пойдем по моему голову и сделаем укладку. Все, пожалуйста, Назар, мы закончили. Все отлично. Итак, я красавчик, я готов подводить итоги. Начнем с интерьера. Барбершоп и чейн выполнены в американском хип-хоп стиле. Черно-белые тона и ничего лишнего. Здесь чувствуешь себя очень свободно и комфортно. А вот и я с новой прической. Продолжим. Среди услуг есть как стандартные стрижки волос и бороды, так и специфические. Например, приятный уход за лицом. Особенностью чейн является то, что мастера только мужчины. Девуши к рабочую зону не допускают. Хоть где-то можно отдохнуть от девчонок. Находится барбершоп в центре города, на городском валу. Удобно, но нужно повозиться с парковкой. Прической я остался доволен. А также заценил релакс-уход. Этой весной я готов покорять. Кис-контроль одобряется. Как быть лучшим ведущим на свадьбе, а также приготовить лучшие в мире банановые панкейки, буквально через несколько секунд расскажет шоумен Дмитрий Губич в рубрике «Медиакитчен». Смотрим и готовим вместе с нами. Доброе утро! Всем приветствуем вас на нашей новой красивой функциональной кухне «Шеф кухни». Это рубрика «Медиакитчен». С вами Настя Паршихина. И Марина Николаева. В этой рубрике мы, как обычно, покажем вам простые, вкусные, но главное красивые рецепты. Приятная компания с известными людьми. Дмитрий Губич, шоумен, ведущий. Почти два метра харизмы и обаяния. А где аплодисменты? Конечно, конечно. Мы вас очень сильно ждали. Слушайте, ну вы так сказали эту фразу, чувствуете себя как дома, как я сразу захотелось поехать домой. Ну ладно. Вам у нас не нравится? Я пока еще не понял. Но давайте определяться, что мы сегодня делаем с вами. А вы угадаете. Судя по тому, что я читал сценарий этого выпуска, то я могу сказать, что это будут банановые панкейки. Я угадал? Да. Вы ясновитесь? Хорош, хорош. Это просто магия. Это магия телевидения. Дима, мы про вас знаем, что вы более девяти лет работаете на телевидении. Также мы знаем то, что вы раньше работали на радио. Только я забыла, на каких радиостанциях вы работали. Вы не могли бы мне напомнить? Конечно, могу. Я работал, если знаете, такое Альфа-радио и Радио-Биэй. А вот я знаю, что вы пытались построить модельную карьеру и сольную. Ну, давайте так. Если пытался построить модельную карьеру, считается, что я супермодель Беларуси 2007 года, то да, наверное, получилось. Если, что касается сольной карьеры в плане пения, ну, я пару песен записал и понял, слава богу, что это не мое. Ну что ж, не будем больше томить и приступим к готовке нашего блюда. Сегодня оно будет, на удивление, очень простое. Из ингредиентов у нас есть яйца, банан, нутелла, сахар, мука и молоко. Так, ну, смотрите, поскольку я готовить не умею, я буквально одно-два блюда в жизни приготовил и все, то тогда вы будете моими руками. Нормально вам такой вариант подходит? Можно. Все, класс. Так, а тебе задание? Бананы. Чисти бананы. Чистишь, режешь и делаешь пюрешечку. Не больше. Кстати, хороший рецепт для всех наших телезрителей, когда вы готовите, извините за выражение, не поджирать, потому что тогда вы потеряете свою фигуру. Аппетит. На аппетит бокс нефигура важнее. А вот вы сами себе что-нибудь готовите дома? Да. Я себе готовлю идеальные хлопья, беру хлопья, беру молоко, смешиваю. Ем. Это на завтрак. На самом деле я могу себе сделать яичницу, я могу сварить яйца, я могу, как и все, наверное, ваши гости, приготовить пельмени. Сыпем муку, правильно? Да, да. Муки нужно примерно 50 на 50 с яйцами. Щепоточку сахара для усиления вкуса. Музыка. Музыка. Все, я думаю, что можно. Блин, как классно получилось. Я как-то ловлю все. Музыка. Музыка. Пока наши панкейки жарятся, давайте проведем самую долгожденную рубрику «Медиаблиц». Мы задаем вам вопросы, а вы должны отвечать очень быстро, не задумываясь одним словом. То, что приходит в голову, да? Да, первое, что приходит в голову. То есть это не обязательно должно быть правильно. Да. Класс, мне нравится, мне нравится. Хорошо, первый вопрос. Какое блюдо мы сегодня готовили? Панкейки. Оп, ответил правильно, правильно? Какое? Не смешно, но правильно. Какой голос я дам самого красивого ведущего? Зеленый. Как зовут ведущего справа от вас? Настя. Почему помидор красный? Потому что ему стыдно. А кто живет в телевизоре? Губий. Кто сорвал свадьбу? Хотел по инерции опять сказать губище. Как называется пицца, приготовленная из мармелада? Мармеладина. Почему вы ждете новых выпусков Media and Stars? Потому что я хочу есть. Первое, что вы делаете утром? Ем. Как пройти кастинг в Media and Stars? Через кухню. Почему вас легко найти и трудно потерять? Потому что я сказ. Потому что вы два метра ростом, Дмитрий. Как отличить хорошего ведущего от плохого? Интеллект. Просто интеллект. Ну скажите, что вкусно. Вкусно. Наталла вкусная. Согласна. Согласна. Ну и все. Согласна. Согласна, не посядешь, пожалуйста. Дмитрий, спасибо вам за то, что вы пришли к нам, приготовили с нами эти изумительные панкейки. Вам с нами понравилось? Очень понравилось. И панкейки понравились, и вы понравились, и все понравилось. Не забудьте приготовить эти вкусные панкейки по нашему рецепту дома со всей вашей семьей. А также благодарим студию кухонь и шеф-кухни за предоставленную локацию. С вами была рубрика Медия Кичи, Настя Паршихина, Дмитрий Губич и Марина Николаева. Все, пока-пока! Хачапуль. Грузинское блюдо, состоящее всего из двух ингредиентов. Хлеба, творога и сыра. Приготовить хачапуль с первого раза получается не у всех. У некоторых на это уходят годы. Проверим, смогут ли наши эксперты разрушить кулинарную статистику в рубрике Китс Контроль. Всем привет! С вами Виктория Пакала. И сегодняшний Китс Контроль посвящается тем, кто сегодня еще не успел позавтракать, как и я. Прямо сейчас мы находимся в Чайхана Баклажан, где специально для Медиастарс проведут мастер-класс по изготовлению хачапури. Итак, сегодня я протестую, сколько времени уйдет на мастер-класс для нашей компании. Проверим, будет ли процесс изготовления хачапури сложным, а главное, интересным. И, разумеется, меня будет волновать результат. Вкусно ли получится, красиво ли получится и какой будет внешний вид. Начнем Китс Контроль. Приступим к нашему мастер-классу по изготовлению хачапури, который нам проведет шеф Кирилл. Здравствуйте! Также я буду готовить в компании своих друзей Даниил, Ярик и Милана. Кирилл, итак, с чего же нам начать? Начнем с того, что мы сейчас возьмем каждый себе по кусочкам теста. Для того, чтобы оно не прилипло, рядышком с каждым стоит масло растительное. Распаковываем. Вот у нас стоит растительное масло. Доберем вот так, раз. И делаем вот здесь углубление. Вот так. Смотрим, чтобы бортик был не сильно тонкий, не сильно толстый. Сейчас я покажу образец. Кирилл, вот вы принесли откуда-то тесто. А из чего вы его сделали? Это обычное дрожжевое тесто. Сделали из муки, из дрожжей, из молока, из сливочного масла. Где вы учились готовить хачапурик? У меня есть знакомые ребята с Востока, скажем так. Вот. Они мне когда-то показали, как это делается. Конечно, получилось не с первого раза, вот. Но вот путем проб и ошибок пришли. Теперь все получается. Одно из моих наблюдений то, что с тестом работать действительно непросто. Вот даже у меня получается не с первого раза. И нужно обращаться за помощью к шефу. Значит, теперь самое интересное. Значит, аджарский хачапурик отличается тем, что у него есть ушки. Оп. Подкладываем вот так палец. Вот так тесто мы его обнимаем. Делаем ушко. И это ушко вот так вот. Вот вы сказали, что мы будем готовить именно аджанские хачапурри, которые чем-то отличаются от других. А сколько вообще есть видов хачапурри? Ну, достаточно много вот. Но те, которые приготовляем мы, это аджанские хачапурри отличаются тем, что он открытый. Нам уже принесли противень, каждому свой. И сейчас мы будем перекладывать сюда наши хачапурри. Сейчас каждый по очереди. Берем желточек, желточек и смазываем только краешек. Отправляем их в духовочку. Мы засекли время и получилось, что на заготовку ушло целых 15 минут. Это наше тесто и сыр. Сейчас хачапурри лежат в духовке, а нас не допустили в горячий цех, потому что там очень опасно. И сейчас мы должны ждать 10 минут. Слегка половинкой его надбиваем. На две вот так раз. Вот желточек у нас лежит в половинке. Выливаем. Ух ты! В разных областях Грузии делают по-разному. Где-то добавляют целиком яйцо, где-то только желток. Где-то запекают полностью с яйцом, где-то запекают желток. И теперь наш хачапур готов. Сейчас будем есть. Мастер-класс из четырех человек ушло ровно 30 минут. Нам было очень интересно, но действительно сложно. Но если вы не боитесь трудностей, вам все по плечам. В результате получилось вкусное, сытное и очень красивое блюдо, что я съела его быстрее всех. Хочу заметить, что в Чайхана Баклажан проводят мастер-классы не только для детей, но и для взрослых. Чайхана Баклажан располагается на улице Комсомольской около метро Немига. Но помните, если вы собираетесь ехать на автомобиле, рядом есть только платная парковка. И моя коронная фраза «Птиц-контроль одобряет!» Весна. Самое время преображений. Как составить самый модный весенний образ, узнаем в рубрике «Фэшн Китс». На улице уже весна. Девушки и девочки хотят быть красивыми. Об этом расскажу вам я, Яна Куприановича, программе «Фэшн Китс». Так что такое быть красивым? Быть красивым – это любить себя таким, какой ты есть. И что такое быть стильным? Быть стильным – это правильно подобрать аутфит, аксессуары и прическу. Как быть стильным? Будем разбираться вместе со стилистом Антониной Виноградской. Привет, Яна. Сейчас мы сделаем очень классный лук, очень классную прическу и трансформируем ее во вторую очень крутую прическу. Будем тебе делать локоны. У тебя, как я умела заметить, треугольное лицо. И мы будем делать локоны, которые подойдут твоему типу лица. Мы поднимем чуть-чуть их у корней, и они будут очень живые, естественные. Затем мы сделаем тебе пучок. Он по-прежнему в моде, уже несколько лет, и он продолжает быть модным. И он будет тоже очень живой, естественный. А сложно ли сделать локоны в домашних условиях? На самом деле не сложно. Нужно иметь хороший инструмент. Наверняка у всех будет какая-нибудь плойка. И дальше все достаточно просто. Единственная проблема в том, что ребенок сам вряд ли сможет сделать это самостоятельно, потому что это все-таки горячий инструмент. Когда локоны готовы, ты можешь пойти и посмотреть на зеркало. Вау, прикольные легкие локоны. Давайте подберем к ним наряд. Вау, прикольные легкие локоны. Очень крутой лук. Давайте поменяем прическу. Мы с тобой поменяем прическу и сделаем супер-быстрый пучок. Наш супер-быстрый пучок готов. Ты можешь сделать его сама ровно за 2 минуты. Иди смотри в зеркало. Так как у нас холодная погода, еще померяем свитшот. Сегодня я вам показала несколько луков. Лук для школы, лук для вечерних прогулок, лук для тусовок. Огромное спасибо магазину Твики за предоставленную одежду. Надеюсь, та информация, о которой я сегодня вам рассказала, будет вам полезной. С вами была я, Яна Куприанович, и рубрика Fashion Kid. Представьте себе, самому молодому диджею было всего 6 лет. Сегодня мы познакомим вас с юными диджеями, узнаем о искусстве диджеинка и хорошо проведем время. Если вы готовы удивляться, то не переключайтесь. Как стать профессиональным диджеем, если тебе всего 7 лет? Узнаем у резидентов SDJ Studio. Это рубрика Media Moment. Я Полина Курнева. Погнали! Прямо сейчас я нахожусь на мастер-классе вместе с Холди. Дима, здравствуйте. Добрый день. Расскажите немного про SDJ Studio. SDJ состоит из ряда проектов. У нас есть школа. Мы сегодня поговорим о школе. У нас есть детская школа и взрослая. Детская школа – это дети, начиная с 7 лет и до 17, могут прийти и обучаться у нас. Они изучают здесь основы диджеинга, музыкальную теорию, музыкальную грамоту, учатся сводить треки на этом оборудовании и учатся писать, создавать свою собственную музыку. Раз я тут нахожусь, я не могу упустить возможность и не попробовать себя в роли диджея. Холди, нужен мастер-класс. Ну, давай тогда начинать. Буквально за 10 минут мне показали, как сводить треки. Я попробовала сделать это сама, было волнительно, но что-то у меня получилось. Спасибо, Дима. Прямо сейчас в студии кипит работа, а я предлагаю познакомиться поближе с резидентами с диджей. Привет, давай ознакомиться, я Полина. Я диджей Фомин и меня зовут Илья. Мне очень интересно знать, чем ты сейчас занимаешься? Ну, сейчас я пишу свой трек, очень давно его уже пишу. Как мы начали заниматься облитоном, это такая программа, в которой пишут трек. Как давно ты занимаешься диджейингом и как ты пришел в эту профессию? Ну, диджейингом я уже занимаюсь, уже четвертый год пошел. И я пришел в эту профессию, мы с мамой поехали гулять. Я увидел в городе, как играет студия. Подошел к какому-то дяде незнакомому. Спросил с мамой. Мама спросила, у вас дети могут заниматься? Сказали, что да. Дали такой флэйрок. И на следующий день я пришел и с того дня я начал заниматься. Илья, очень внимательная история. Продолжай работать над своим треком, у тебя обязательно все получится. А мы идем дальше. Привет, Руслан. Я видела, как ты усердно работал за компьютером. Расскажи, чем ты сегодня занимался. Привет. Я сегодня скачиваю треки для своего нового радиошоу. Расскажи, а куда ты выкладываешь свое радиошоу? Свои радиошоу я выкладываю на нашу страницу ВКонтакте. Там уже более двух тысяч подписчиков. Также я выкладываю свои радиошоу на DJ.ru, Promo DJ и SoundCloud. Как мне тебя найти? Я очень хочу послушать твое радиошоу. Загуглите DJ.stap.com и вы найдете все мои страницы. Окей, спасибо. Буду знать. Прямо сейчас DJ David Dui работает за диджейским пультом. Узнаем подробнее. Привет. А чем ты вообще занимаешься? Я тренирую промо-видео. А что это за промо-видео? Я не понимаю. Промо-видео показывает мой музыкальный вкус, продвижение науков. И то есть я раскрываю новые всякие фишки. Ого. А чем это поможет тебе в будущем? В будущем? Вот смотри, я стану популярным. И то есть если я буду просто сводить треки каждый раз одинаково, это будет просто скучно. А так у меня будет еще много чего в запасе. А сколько тебе лет? Десять. Ничего себе. Дэвид, очень круто. Надеюсь, у меня когда-нибудь тоже так получится. Спасибо, Полина. Сегодня мы узнали, как становятся настоящими диджеями. А завтра мы узнаем, кто станет первым в ТОП СДД 2019. С вами была Полина Курнева. Специально для MediaStars. До новых встреч. Что ж, время в вашей компании пролетело быстро и незаметно. И мы рады, что смогли удивить вас сегодня. Я, Милана Сусновская, прощаюсь с вами до следующей недели. Подписывайтесь на нас во всех социальных сетях. Всем пока. И помните, ваши дети могут больше.